Друзья, здравствуйте! С вами Дмитрий Пономаренко. Мы находимся в БК «Ударник» и сегодня рассмотрим ситуацию «Ноги против рук». Поможет мне в этом кандидатом «Мастера спорта по боксу» Александр Летов. Давайте начнем с того, какие различия в стойках боксера в данной ситуации и рукопашника бойца смешанных единоборств – меня. Стойка больше в челноке, корпус поднят высоко, у меня корпус опущен ниже, чтобы я мог контролировать, контрить на проходы в ноги, отбрасывать ноги и также я мог выходить под удары. Что в первую очередь буду здесь делать я? Показывать рукой и вышибать ногу, пробивать логи. Жестко подсаживать. Буду стараться, на случай, если он с дистанцией будет меня встречать, работать не входя, выкиньте руку, не входя в дистанцию, пробивать издалека. Можно пробить, как лоу-киф, можно пробить, жестко выбить сюда ногу. Подсадив его на корпус, уже переходить в контр-атаку. Встречное движение. Ему для того, чтобы войти, нанести удар, нужно разорвать дистанцию. Да, именно вот на это движение, с уходом в сторону, я буду пробивать миддл. Либо поднимать на хай. Не понял? Я держу руку. Смещаясь, пробивать навстречу. Навстречу. Я могу вытянуть на себя и отсюда поработать как в корпус, так и в голову. Это очень часто работает на самом деле. Либо просто... Он ходит и навстречу прибивает здесь. Есть такое понятие, как точка невозврата. Когда он из пункта А идет в пункт Б, и за А вышел, в Б еще не пришел. Вот это положение. Работа навстречу. И вот именно как только он ходит в мою дистанцию, прибивает навстречу. То есть я показал, ты уже боишься, на один мой замах начинаешь прикрывать травмированную ногу. То есть бам-дам. Я могу показать, что работаю в ногу, а выводить на хай-кик. То есть я покажу сюда, пробиваю сюда. Точно так же могу сюда, пробить сюда. Могу показать сюда, пробить в разрез сюда. В общем шагов нет. Ага, боксер, да, он не знает, какой этаж я буду в работе. Бам! Сюда пробил. Бам! Сюда пробил. Показал, пробил в голову. Да, вот так вот делал ты, как сейчас я сделал. Опять же, я как боксер в работе руками, в работе ногами, я тоже могу бутать противника сменами стойка. Работать как с правой ноги, так и с левой. Поменял стойку, поменял обратно. Сбиваю его с толку, он не знает, с какой ноги я буду работать. Вот, показал, пробил здесь. Там, пробил здесь, на ложке. Показал, вышел отсюда. Мало того, что не знает, какой будет этаж, верхний, средний, нижний, он еще не знает, какая будет нога. Да. Что я буду конкретно делать? Все, внимание на ноги. На лоу-кики, на хай-кики, вот, у меня прямо вот взгляд вниз. И забываю про руки. В принципе, ты ведь молоша руками, показал ногой. Я могу в борьбу перейти. Да, и в борьбу. Я могу показать ногой, в другую дистанцию, что бью, а бью только. Пару таких вот неприятных ударов, даже по блоку, даже там, они ущерб никакой не нанесли, но уже ты чувствуешь, насколько это жесткий удар ногой. И уже отвлекаешься на эти ноги, и все, забываешь уже про все остальное. Забываешь про руки. Но, хочу сказать. Что все эти моменты очень аккуратно надо делать. И понимаешь, что делать. Потому что одна ошибка, и все. И он мне накидал. Поэтому, если я начал атаку, я буду развивать ее дальше. На одном ударе я остановлю, на каждом. Да. Моя задача, как и любого бойца, как и его задача, навязать свою игру. Чтобы он отвлекался, не понимал, что я буду работать. Чтобы он отвлекался. Отвлекался на ноги. Вот сейчас подвигались с тобой, буквально 20 секунд, у меня дистанция увеличилась. То есть, моя дистанция в боксе, вот. То есть, дистанция, с которой, ну, буквально, приближаюсь на полшага, и я уже достаю своим ударом. Нахожусь на дистанции. Когда ты меня пробиваешь пиволкики, хайкики, у меня дистанция, ну, очень длинная. И здесь вот уже, прежде чем сделать первый шаг, чтобы близиться, два раза подумаю. Пока буду думать, ты уже можешь нанести. То есть, мне надо навязать ему свою игру. Использовать колени только в клинче. А, как клинчуют боксеры? Да. Здесь лучше, удобнее всего, да. Тайский клинч, либо забирать его шею, да. Здесь уже. Уводить, куда удобно мне. И обрабатывать колени. Ну да, в боксе клинч, вот такой вот, в тайский клинч в боксе запрещен. К этому боксеры не готовы. Если я буду поддавливать, он нырком не уйдет. Потому что нырком, если он будет уходить, он будет нырять вниз, как раз под мои колени. Да. Как раз. Можно подбивать под ноги и так далее. Во-первых, на улице. Если он вот так вот встанет, ну, я не видел, что на улице говорили, давай. Обычно все начинается там, либо что сказал, и там, если ты попроворней, то пробонешь сразу. А что, вставали стойки? Я так не делал никогда. Я говорю, я не надо. Я буду работать туда. Прошипать колено. Я буду работать в лоу-киде. Не в бедро, не в улице. Я показываю. Не в бедро, а я буду сажать в колено. Либо сверху вниз. А, в колено. Я буду работать... А колено вообще убийственный удар, да? Конечно, я вышибу ее. То есть с одного удара сразу. Я буду работать по... Ну, что еще я буду работать в голень, если я в обуви. В жесткой. Вот здесь очень неприятно, да? Это не набито вот по боксеру. Ну, если сейчас надо, да? Ну, да. А если в жесткой обуви, да, то там вот сюда. Сломать можно голень вообще? Ну, если сверху вниз, вот так вот, да, то вот можно. Ага, сюда. Ага. Буду убивать. Насаживать. Вот я, когда я с Тэквандом пришел в рукопашку, у меня три месяца все били. Как собаку. Я еще думал, как я чемпион России, почему? Потому что я привык, что у меня руки вот здесь, что надо по правилам, что он упал, ему надо руку подать, либо постоять, подождать, пока он поднимется. По ногам бить нельзя, руками в голову нельзя. Они твердо сидели в голове, потому что у нас все стойки вот такие, вот мы двигались. И это настолько, я понимал, что у нас держать руки здесь, блин, ну я не обучен этому был. Если мы работаем ногами и отбросим вот эти тэквандистские примочки, что руки болтаются внизу, держать руки нужно всегда здесь, как будто мы шапку придерживаем, замочки ушей себе держать, не знаю. Я учился так, валить, закусывать, потому что опущенная рука хотя бы подставку делает при ударах, хотя бы делать подставку, чтобы это хотя бы через руку было, хотя это не спасет. Но отпечатки еще можно, голой руки нет. Но все равно как-то смягчит. Да, держать руки здесь, перекрываться, плечом закрываться, в любом случае. Конечно, держать их здесь. А один джеб его точно в бороду, можно, наверное, коммутировать сразу. Все, тут сильный не надо. Подведем итоги по сегодняшнему видео. Лично моя точка зрения, должно быть минимальное количество слабых уязвенных мест. То есть всесторонний должен быть боец сразу. И на руках, чтобы мог постоять, и в борьбе мог что-то противопоставить борцу, и чтобы ноги тоже хотя бы на базовом уровне работали. А если брать ударника ногами с боксером в 70%, что разбирать только ноги, без вспомогательных рук, борьбы локтей и коленей, только удары ногами. Боксер в 70, если не 80% убедит. Если я шальной удар сразу на встречу не пробью. И я уже объяснял почему. Работы намного больше. Намного медленнее получаются удары ногами, чем руками. Как бы скоростной я не был. Пишите свои комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. С чем вы согласны, с чем не согласны. Какая у вас точка зрения. Спасибо. С вами был Дмитрий Пономаренко и Александр Летов. БК Ударник. Да.